Ну хорошо, давайте начинать. У нас время лекции. С началом у вас второй трехдневки. Хорошо, что у вас бодрые лица после отдыха. Как-то видно, что вы отдохнули. Макаешь головой? Не особо, да? Ну, вчера у нас везли в Владивосток. Очень хороший город, понравился. Покусили на китайском рынке. Походили, погуляли. И, в общем, умудрились даже не сильно устать. Поэтому, в общем-то, достаточно в тонусе. Мы сегодня с Максимом будем читать лекцию. И эту лекцию можно назвать как «Механизм сопротивления в гештальфтерапии». И, в частности, механизм сопротивления на интенсиве. То есть, какой-то такой фокус, который мы будем вместе удерживать, он будет направлен на то, как проявляются различные сопротивления в нашем контексте. В контексте того места, где мы находимся. Но это не значит, что в жизни вы эти вещи не заметите. А скорее, может, как-то через группы, через личную терапию заметите, как вы обращаетесь с ними в жизни. Ну, наверное, прежде чем говорить про механизмы защиты, хорошо бы сказать про такие некоторые основания, на фоне которых можно уже дальше как бы рассказывать. Потому что, ну, большинство людей на интенсиве – это люди, которые не очень, ну, как бы так, бедливо знакомы с, ну, вот этими вот особенностями гештальфтерапии. Поэтому я в начале, там, минут 10, вот расскажу про два основания, на фоне которых мы будем уже говорить про механизмы защиты. Первое основание – это, его можно обозначить так, что мы чешем то, что чешется. То есть, если у нас ничего не чешется, мы это не чешем. Вот это вот такое основание. Если перейти от этого образа к какой-то уже описанию. Но это, следственно, звучит так, что пока вас ничего не напрягает, вы на это внимание не обращаетесь. Вот как только вы почувствовали какое-то напряжение, вы сразу стали замечать, что что-то не то, и стараетесь с этим что-то сделать. До тех пор, пока вы не чувствительны к своим напряжениям, вы, в общем, как бы ничего для его устранения не осуществляете. Но, вот, мне кажется, из нашей вот этой среды, в которой мы находимся, это очень хорошо можно представить следующим образом. Ну, до тех пор, пока вас комар не укусил, в общем, и вы не почувствовали зуты покраснения, это место вы ничем не мажете и не расчесываете. Ну, и, в общем-то, в психической жизни такое же правило, что, ну, до тех пор, пока вы, ну, допустим, если вы девушка, вот здесь много девушек, не увидели красивого молодого человека и не подумали, что надо к нему подойти, вы свое одиночество не ощущаете. Ну, то есть, вот, как увидели, так сразу что-то и почувствовали, что чего-то вот мне хочется, и в этом месте ощутили вот это напряжение. И вот это важное основание нашей психики, что что-то для нас выделяется, и что-то для нас становится, ну, каким-то заметным, когда это нас начинает напрягать. Вот сейчас вы можете это в процессе лекции замечать. Если вы будете внимательны к своему телу, то через какое-то время, ну, как правило, минут через пять каждый из вас совершает какие-то движения, такие неосознанные, для того, чтобы сидеть поудобнее. А если вы будете так к себе внимательно относиться, то вы сможете заметить, что сначала вам нога затекла, и после этого вы уже стали двигаться. Ну, то есть, вот, хорошо бы вот эти вещи как-то осознавать, видеть, и тогда мы понимаем, ну, для чего наша деятельность, ну, как бы, существует. Это вот одно основание. Следующее основание можно, ну, как же его назвать? Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, что подошло. Вот как звали женщину в служебном романе-то, которая была этой, как ее такой? О, Людмила Прокофьевна. Людмила Прокофьевна, как вам мои сапоги? Ой, говорит, очень, говорит, стремные. Ну, хорошие сапоги, надо брать. Ну, вот. Второе основание, оно вот такое вот. Оно про то, что весь наш, в общем, как бы, мир, он состоит из противоположностей, и разнонаправленностей, и полярности, как мы в детальтерапии говорим. Ну, то есть, если мы чего-то очень сильно не хотим, то ищите за этим желание. Если вы чего-то очень сильно хотите, то ищите за этим то, почему вы хотите это его избежать. Вот такая мудреная вещь. Ну, в общем-то, ну, все наше существование так вот довольно сильно пронизывает. Ну, к примеру, ну, кому мы больше всего, ну, в своей жизни, ну, наверное, ненавидим. Ну, как кого? Ну, самых любимых людей. Вот. А, в общем-то, вот такая вот полярность есть, что если я сильно люблю, то я сильно вообще от этого человека завишу, и мне очень хочется сильно от него избавиться. Вот. Потому что, ну, я понимаю, что, в общем, в этом плане мое состояние зависит от его переменчивого настроения. Ну, и утром, в общем-то, так вот встаешь в хорошем настроении, ничего специального, ну, в общем-то, не хочешь. А смотришь на жену, а настроение у нее паршивое. Вот. Она что-то встала, там, вот такая недовольная, ходит, говорит, что готовить тебе ищутся. И у тебя настроение портится тоже. Хотя ты, в общем-то, ее любишь, но ты зависишь от нее. Вот. И в этом плане, ну, вот это вот противоположенности, вот они все время присутствуют в нашей жизни. И, в общем-то, ну, вот, вот, мне кажется, что во вторую часть как раз этого основания его можно представить, ну, следующим образом, что до тех пор, пока человек, ну, может, вот, удерживать в своем каком-то внутреннем мире, внутреннем восприятии вот это двойственное отношение к людям, к событиям, он, ну, достаточно хорошо устойчив, он достаточно хорошо себя ощущает. Как только вы какой-то полюс отбросили, ну, все, вас понесло. Ну, то есть, ну, если вдруг я очень долго, ну, нахожусь в отношениях, то в какой-то момент я ощутил, что вот мне мой партнер, ну, сильно вообще ненавистен. Ну, я взял, все бросил, и вот теперь я один хожу. А потом через какое-то время опомнюсь, вот вспомню, что я его, в общем-то, люблю, и теперь обратно надо восстанавливать отношения. А непонятно, будет ли это возможно или нет. Ну, то есть, вот такой способ, как бы, отринуть один полюс, он всегда для нас связан с какими-то очень большими переживаниями, сильными эмоциями, очень большой неустойчивостью. Очень хорошая метафора, которая про вот этот противоположный разноправленный мир была у Гераклита. Про то, что вот эти противоположности, это как древко у лука, который стягивает питьева. Ну, следовательно, если вы одну часть освободите, то что, ваша тетива, она ослабнее будет висеть, в общем, как не знаем и что. А если она будет у вас натянута, ну, следовательно, и стрелять сможете, лук в боевой готовности. Поэтому вот это внутреннее движение, все время как бы один полюс отринуть, оно у нас есть, и за счет каких-то усилий нам приходится все время замечать, что есть и второй полюс, что отношения с людьми, они не просто отношения черно-белые, а отношения связаны с какой-то дифференциацией, что вот я к человеку отношусь все время двойственно. Если на группе, вот, например, вот, да, как если пример какой-то, вот сидит человек на группе и говорит, ну, вообще, вот, я смотрю на тебя и вот не хочу с тобой вместе находиться в этой группе, в общем, как-то мне с тобой неприятно. Ну, хорошо бы задуматься, вот, а что еще к этому человеку есть, да, какое влечение есть. И тогда, если эти два полюса сохраняются, тогда вот возможно как раз какое-то движение к осознанию. Обычно происходит, ну, такой противоположный момент, что, ну, как будто бы если чего-то одно почувствовал, то, в общем-то, ну, можно на этом как бы и остановиться. И вокруг вот там ненависти или злости тогда только вокруг этого отношения устраивать. Ну, и вот в обычной жизни как бы так происходит, потому что тогда, в общем-то, напряжение меньше, то есть не приходится выдерживать вот эту вот неопределенность в поиске чего-то еще. То есть вот эту вот паузу, ее на самом деле выдерживать очень сложно. И тогда проще как-то отреагировать из неприязни. Вот. А вот этот другой полюс, который связан с любовью, ну, в общем-то, он чаще всего и упускается. И тогда такая вот задача, в общем-то, гештальта в том, чтобы человека вот в этой неопределенности удержать, чтобы что-то еще могло вот в этой тишине как бы образоваться. Ну, или наоборот, очень сильно, если вдруг собрались очень сильно милые друг к другу люди. И на протяжении трех дней они все продолжают друг другу быть милыми. Вот. Но только во время уже как бы выходного дня как-то идешь по улице, ну, и как-то избегаешь уже с этими милыми людьми встречаться. Ну, как-то зашел за домик, обошел, третий раз по лестнице поднимаешься, думаешь, ну, милый человек, ну, уже как-то хочется, не хочется, не встречаться. Вот. Ну, то есть вот обнаруживается вот этот второй полис, вот это внутреннее движение, которого не стоит пугаться, а стоит, ну, как-то к нему прислушиваться, что рано или поздно это должно появиться. Ну, и, в общем, вот, когда мы вот эти два основания как-то обозначили, можно говорить о механизмах защиты. Что такое механизм защиты? Механизм защиты — это некие способы нашей психики избавиться как раз от напряжения. И от напряжения связано вот с этой вот двойственностью, с амбивалентностью. И каждый раз, сталкиваясь вот с этой вот ситуацией напряжения, мы каждый, ну, по мере какого-то нашего там состояния или состояния окружения нашего, или, может быть, нашего какого-то привычного способа, пользуемся там одним или несколькими механизмами защиты. А само по себе, вот, понятие такой механизма защиты, оно само по себе двойственно. Чем двойственно? Тем, что одновременно это защищает нашу психику, сохраняет ее какое-то спокойствие и гомеостаз. Вот. А в то же время это и механизмы сопротивления. То есть за счет того, что мы сохраняем какой-то гомеостаз, ничего нового не появляется. Вот. То есть хорошо понимать, что это, ну, такое вот двойственное образование. Это то, что одновременно вам позволяет как-то быть достаточно, ну, неизменными, а в то же время запрещает вам, как бы, ну, какой-то новый опыт получать, какие-то новые формировать отношения или формы этих отношений. Вот. Поэтому, когда мы сейчас будем говорить про эти механизмы, мы будем, ну, как-то, наверное, может быть, попытаться так вот две стороны обозначать, вот, там, о том, что это защищает и, наоборот, вот, чему это препятствует. Да, я вот, например, могу про преликты рассказать. Давай, про преликты. А может быть, тогда как раз вот если начать с, ну, такого механизма защиты, ну, сейчас мы спросим, пока все понятно, что мы говорим? Да. Да? Пока нормально. Вот те, кто вот вообще вот в психологии не особо сильны, вы их пока понимаете? Хорошо. Потому что если что, вы так прям спрашиваете, потому что вот так мы сориентируемся лучше. Ну, тогда вот последовательно, если говорить про такой первый механизм защиты, который, ну, можно вот обозначить, он называется слияние или другими, такими более мудренными словами, конфлюенция. А вот. Что этот механизм защиты нашей психикой, психика, как бы позволяет? Он, ну, позволяет не различать границ между я и другим человеком. Как это проявляется? Проявляется это довольно прикольно. Вот. Ну, например, в рекламе. Вот. Я давно помню, во времена перестройки была такая реклама очень хорошая, когда сидит такой мужик, вот, и говорит, вот, пойду я на футбол, на футбол, на футбол. Вот. И вдруг приходит жена там такая рядом и говорит, нет, мы идем к маме. Он говорит, к маме, значит к маме. Ну, и, в общем, вот этот механизм как раз такое сияние. Вот появилось вот это мы, вот, что мы вместе идем, и все, я его уже никуда не разрушаю, я иду вот уже вместе, уже, чтобы никуда вот как бы по отдельности мы не двинулись. Этот механизм, он достаточно хороший, он позволяет нам ощутить про прелесть как раз, да? Да, про прелесть. Это очень прекрасный механизм защиты, потому что он, конечно, очень важные вещи делает. Прежде всего, он заточен на то, чтобы человек как-то вокруг себя сформировал безопасное пространство. Ну, потому что, если мы там можем говорить про то, чем мы здесь занимаемся, мы помимо личной терапии здесь часто попадаем в группы. И в группах мы находимся, и в группах мы как-то развиваемся, и отношения внутри группы тоже развиваются. И мы можем говорить поэтому про некие стадии развития группы, стадии жизни группы. И вот одна из первых стадий, ну, в принципе, когда человек попадает в какое-то пространство, где он и еще кто-то есть, то это вот нужно для того, чтобы там как-то развиваться и нормально себя чувствовать, нужно обеспечить себе безопасность в этом пространстве. И безопасность – это стадия, которая необходима. И если ее проскочить, то, в общем-то, тогда и развитие пойдет при фикс-косе, может быть, и вообще ничего не произойдет, может быть, наоборот, это все будет не в пользу, а во вред. И конфлиенция, если они, оно очень хорошо обеспечивает безопасность. Ну, потому что я же не выделяю как бы себя из других. И, в общем-то, я тогда оказываюсь в каком-то общем поле. То есть я такой, как все, и мне, в общем-то, за мою инаковость никогда не прилетит, потому что я, в общем-то, в одном, в одном, как бы, в одной тональности со всеми остальными звучу. И вот на группах это вот очень интересно проявляется. Например, когда один из участников говорит, ну, вот я вот, например, сейчас выражу какое-то негативное отношение к кому-то, и либо мне за это будет потом плохо, либо другой человек возьмет и обидится. И я за это буду нести ответственность. Ну, то есть как будто вот между нами границ нет. Я про человека все знаю, и он, в общем-то, тоже на меня может повлиять очень легко, потому что границ нет. Соответственно, мы как будто одни и те же переживания, одни и те же чувства испытываем. И тогда получается, что мне нужно как-то быть очень ровно по отношению ко всем остальным настроенным, потому что ладно я, ну, мне прилетит, я как-то еще переживу, а я тут еще начинаю за всех остальных брать ответственность. Ну, например, мои переживания будут настолько сильны, что другой человек провалится в какую-то свою травму, например, или что его там разнесет, и он там весь интенсив, я его буду встречать на лестнице, у него будет грустное лицо, и я буду все время думать, что ну, это вот я вот такой, как-то не позаботился. вот, и тогда вот за счет этого как раз, собственно, безопасность и простраивается. Вот нет границ, в общем-то, и тогда я себя, в общем-то, могу как-то вполне понятно останавливать. А конфлиенция, она также очень хорошо обеспечивает, ну, такое очень важное переживание, как чувство сопричастности, потому что, собственно, на группе тоже такое происходит. Ну, вот, когда вот мы говорили, что все время приходится делать выбор, ну, как-то обнаруживать свой интерес, вот, как-то находиться в этом интересе до тех пор, пока он не станет в такую вещь, которую уже нельзя игнорировать, а потом как-то за этим интересом идти. И вот, допустим, идет один человек в группе к другому, и вдруг обнаруживает страшную вещь, что он, например, ему неинтересен. И тогда возникает очень сложное переживание, которое, можно сказать, отвержение называется. Ну, то есть это очень сложно переживать на группе, и тогда конфлиенция, она, в общем-то, ну, как бы, вот это вот ощущение родства, общности, принадлежности, оно очень хорошо поддерживает, потому что, в общем-то, не надо делать выбор, не надо вот этот вот риск отвержения переживать. Ну, да, это вот хорошо видно по туристическим поездкам. Значит, если вы языком не владеете, вот я не владею, я очень хорошо это чувствую. Значит, я приезжаю в любую страну, вот, а, ну, в последний раз были в Греции. Ну, в общем, ты идешь, так и прислушиваешься, и и всему все, где же русская речь-то. Услышал я русскую речь, и как-то тебе спокойнее сразу стало. Ну, как-то какое-то единство с этим, смотришь на них, они какие-то прям, ну, хоть и бывают странные, ну, как-то тебе спокойнее становится, что свои. Ну, вот это вот, действительно, этот механизм, он нам дает такое ощущение, что мы не одни, что с нами кто-то еще есть, что мы вместе. Вот. И он такой, правда, достаточно, ну, такой приятный, важный. А другое дело, что есть вот еще, ну, забавная особенность. Ведь каждая группа, вот, может быть, вы такую уже сможете произвести, ну, такую дифференциацию своей группы. Вот, из группы, которые, ну, склонны к разным, ну, достаточно, так, привычным способам пользоваться какими-то механизмами. Вот, например, группы, склонные к такому слиянию, они, что за группы? Ну, это группы, которые проводят достаточно много времени вместе, вне группы. Вот. Они там тусуются, ходят на вечеринки, вот, вообще как-то веселятся. Вот, если кого-то они позабыли, они долго этого человека ждут. Вот. И так стоят, такой группкой, так и думают, ну, боже мой, ну, опаздываем мы сейчас на этот, вот, ну, какое-то уже место, вот, сейчас уедет уже этот теплоход. Ну, мы ждем, как же, мы же не можем бросить, это же часть наша, ну, это же наша нога, как мы без ноги-то? Вот. Ну, и, в общем, вот так вот, вот, так вот, очень долгое такое ожидание. Вот. А что, следовательно, в этих группах, ну, ну, как вот, может там происходить? Ну, следовательно, любое разрушение слияния, оно, ну, как Максим сказал, ну, будет сопровождаться, ну, отвержением, ну, прежде всего, оно будет сопровождаться раздражением. Ну, и какой-то злость, ну, типа, чего-то не такой, как я. Я все время как-то уже, ну, привык за то, что то, что хочу я, хочешь и ты, а то, что хочешь ты, ну, я как бы уже привык, что я тоже научился этого хотеть, а тут вдруг какие-то различия. И поэтому в группе тогда может возникать, ну, различные формы, вот такие вот, типа, так. Скрытые такое раздражение. Раздражение, а может уже, вот, хорошо, если не скрытого раздражения, ну, тогда это как-то группа, ну, как вот, я так думаю, ну, эволюционирует в какую-то, ну, новую садик, новым механизмом может встретиться. Ну, вот, правда, вот это вот будет сопровождаться, ну, каким-то таким недовольством, вот, как-то человек вдруг что-то захотел, сам взял это себе, как бы и взял. Вот остальные все сидели и долго думали о том, что вот надо договориться долго, вот, что надо вот как-то это, как-то обсудить, вот, а он вдруг какой-то взял как-то себе. И вот знаешь, вот в этом месте еще очень много зависти возникает. Ну, как, вот мы как бы вот в слиянии все договорились, то мы живем, ну, как бы делаем одно общее дело. И тут вдруг человек берет и что-то делает для себя, ну, как бы не спрашивая, а вот можно я вот сейчас вот это сделаю, или может, давайте вот эту тему подержим. Он это делает для себя, как-то продвигается в этом желании, а остальные сидят и фигевают. Нифига себе, что же такое все происходит, что это за, ну, такое агрессивное действие по отношению к нам, группе, к нашей идее. Возникает много зависти, потому что я сейчас как-то не очень могу это еще пока себе позволить, а кто-то уже взял и сделал, и он уже немножко в другом месте находится. Ну, это как вот, я занимаюсь различными проблемами, связанными с сексуальной жизнью. Вот у меня была интересная пара, которые пришли ко мне на консультацию и говорят, вот ходили, вот свингерский клуб, вот групповым сексом вот заниматься, очень разочарованы. Вот, сейчас говорю, разочарованы, хотели, интересно. Они говорят, ну, вы знаете, говорит, ну, как-то, говорит, ну, не все удовольствия получили. А у них было представление, ну, если они идут, то типа вот группу, вот, эсэк, ну, прям все получат удовольствие, вот прям вот гарантированные, поровну. поровну, ну, ничего подобного, не бывает такого. Вот, ну, следовательно, это вот про слияние. Слияние, ну, еще очень позволяет вот энергию экономить. Ну, то есть, вот опять же, все устали уже от выборов. То есть, то тренера выбирать, то там терапевта, то еще что-то. А в слияние, в общем-то, выбирать ничего не надо, потому что можно просто, ну, куда-то идти за общей энергией, ну, в общем-то, как-то отдыхать. То есть, это вот такое существование на таком энергетически сниженном уровне. В общем, так можно отдохнуть, посидеть, куда-то сходить. Другое дело, что иногда потом можно себя обнаружить в том месте, куда, в общем-то, совершенно не тянуло. Ну, и как с удивлением думаешь, блин, а вроде плыл, плыл куда-то, а ландшафты другие, в общем-то, со мной что-то при этом происходит. Ну, то есть, слияние же это, ну, не только когда мы с другими людьми слиты, да, это когда я еще там про себя молчу, понимая там, что со мной происходит, что я на самом деле хочу, вот. И тут, и слияние просто, и выход может такой очень резкий происходить, когда я вдруг обнаруживаю, что мне что-то сильно не нравится. Ну, то есть, и тогда, когда я как-то постепенно прихожу к пониманию, что вот что-то происходит сейчас не так, и я могу уже на это ориентироваться. А тут вот внезапно вышел из слияния и понял, что, а я уже какой-то другой, и мне это сильно не нравится, а поделать-то ничего нельзя, потому что, ну, там есть группа, есть правила, есть наши какие-то обязательства. Ну, потому что про правила, правда, очень много говорится на группах, о том, вот, как соблюсти вот этот вот баланс между моим личным, да, и тем вот, как вот повелось, как жить-то надо. Ну, вот. Ну, что-то про слияние какие-то есть вопросы? То есть, что мы можем ответить сразу. Ну, а отрицательная сторона от чего останавливает? Слияние. А индивидуализацию всяческую, собственно, полностью на корню убивает? Ну, потому что, если есть мы, то, следовательно, я какого-то четкого и ясного нет. Вот. И поэтому то, что минусом является, что мои потребности, которые я мог бы удовлетворять как отдельный человек, я все время ставлю, ну, как бы, во власть, ну, группы людей или другого человека, с которым я нахожусь в слиянии. То есть, я не могу хорошо удовлетворить свою потребность, потому что мне все время надо, чтобы было согласие его. Вот. Или какое-то общее поле. В этом плане это такая, ну, как бы, вот на нижнем уровне энергии, ну, такая жизнь, ну, она, конечно, там, правда бывает, и всяческие моменты жизни хороша. Ну, я думаю, что, ну, длительно, когда пары живут, ну, вряд ли можно жить без слияния. Ну, вот. Ну, потому что ты все же каждый раз будешь утром просыпаться, и с этим человеком вот... Отношения выяснили? Выснять отношения? Да нет. Ну, как бы, лучше как-то знать уже что-то про него. Но при этом понимать, что рано или поздно эта граница, вот, ну, будет разрушаться, и будет хотеться чего-то, собственно. Вот так. Ответил? А следующий, ну, механизм защиты или сопротивления это интроекция. Вот. Это механизм интересный. Ну, следовательно, мною любимый. Вот. Ну, как бы, потому что, ну, в общем, интроекция это когда у вас есть, ну, какие-то заготовленные, усвоенные от кого-либо, ну, такие установки. Что правильно, а что неправильно. Как нужно, ну, вот, как бы, жить, выглядеть, общаться, а как не нужно жить, выглядеть и общаться. Вот. Ну, и, в общем-то, эти установки есть у каждого. Вот. Ну, вот, к примеру, вот, кто считает, вот, в группе, вот, прям, вот, ну, вот, как правильно пить воду из бутылки, из горлышка либо в стакан? Вот. По ситуации. Вот, бутылка моя из горлышка, из стакана, по ситуации. Вот. Вот это вот, ну, правда, у нас есть какие-то вот установки, которые внутри нас есть. Например, интроект, он как появляется? Ну, если вы вообще, ну, как бы, так, в детстве, например, как-то, ну, кто-то из детства интроекты какие-то часто устраиваемые, вот, потому что мы зависимы от взрослых, вот, поэтому мы перенимаем их в не особенности. Вот, например, у меня вот мама считала, что из стакана пить это не камелько, потому что мыть посуду надо потом. Вот, поэтому легче взять бутылку и глотнуть. Вот. И что такого? Ну, не все одна семья, конкурентная семья, может пить спокойно из одной бутылки. У нас микробы общие. Да, микробы общие, мы ничем не заразимся. А если и заразились, ну, это какая-то тетка там приходила, это, видно, хлебнула тоже. Вот. Ну, то есть особенность еще конкурентных семей и групп, это то, что все проблемы находятся извне. Вот. Ну, в общем-то, вот поэтому, ну, у меня такой интроект был, ну, про то, что, ну, он еще у меня остается, ну, я вот так переварил немного, ну, как бы считаю, что вообще не зазорно, а что такое? Ну, зашел на кухню, общее пространство, стоит бутылочка, ну, хлебнул по-быстрому, вот он пошел дальше себе. Вот. Ну, раньше-то там стыд стал возникать, что вот, ну, через какое-то время люди стали отвлекаться, ну, типа, что-то как-то не очень. Вот. Что я так вот присасываюсь к их ним бутылкам. Ну, вот это такая особенность была. Ну, поэтому вот интроекты, это то, что мы усвоили от других, и не особо это сами переработали. Вот. Ну, мы как-то считаем, что это естественно вообще, как для нас вообще абсолютно разумно. По-другому мы даже не мыслим, что так может быть. Вот. И, в общем-то, ну, у нас таких интроектов такая куча. Я думаю, что, ну, до смерти их, в общем, не разгребешь. Ну, только так можно какие-то вещи как-то находить, и понемножку, понемножку, если они вот напрягают как раз, вот, с ними разбираться. А у меня вот есть такая романтическая какая-то такая, ну, идея, откуда интроекты возникают. Сейчас попробую поделиться с ней. Ну, в общем, это, кажется, это очень здоровская штука. Но вот смотрите, правда, когда вот ребенок совсем маленький, да, ему, в общем-то, ну, все потребности мама удовлетворяет. И тут мама в какой-то момент уходит, и возникает ее отсутствие. И, в общем, чтобы это отсутствие компенсировать, нам нужно как-то маму, ну, концептуализировать. Ну, что-нибудь, придумать что-то, какой-то опыт, например, там, слова какие-то подобрать, правила какие-то. Ну, чтобы мама была рядом, но она была со мной, но она была на таком, на символическом уровне. Вот, потому что, в общем-то, и вот, собственно, так и происходит. И получается, что когда мы испытываем отсутствие другого переживания, ну, того, что кто-то был очень дорогой рядом, и вот это вот отсутствие мы переживаем и справляемся с помощью слов. То есть мы там придумываем этот образ, придумываем какую-то картину. И, собственно, почему от интроектов очень сложно освободиться, потому что там как бы имплицитно передается, ну, то есть вложено там не только правило, но там еще вкладывается такое понимание заботы. Ну, то есть я же тебе не просто там какие-то правила передаю, а я тебе передаю заботу, я тебе передаю любовь, потому что, в общем-то, эти правила, они, ну, для того, чтобы ты просто выжил. Ну, вот там, несу пальцы в розетку, это не потому что жалко мне, да, или там розетка сломается, придется вызывать электрику, а потому что, ну, тогда с тобой проблемы будут. И тогда, получается, от этих интроектов очень сложно отказываться, потому что мы как будто тогда, ну, что ли, отказываемся от любви, отказываемся от заботы, которая вместе с этими интроектами к нам идет. И часто вот я слышу такие вот идеи о том, что оно, это как будто как предательство переживается. Ну, есть, например, я что-то делаю не так, как мне, например, говорили люди, которые для меня очень важны. Я как будто их передаю в этот момент. То есть я не просто там отказываюсь от какого-то правила, а я, в общем-то, как бы вот на таком символическом уровне совершаю предательство. И это очень сложно пережить. Ну, как, правда, мне поступить не так, как мне говорила мама? Как уж мне вот это бы не сделать? И в этом месте, вот, правда, очень много вот такого напряжения в этом содержится. Ну, да, вот это как употребляемое часто слово «сепарация» есть. Я не сепарировался от своей мамы или от своего папы. Ну, в общем, на самом деле это то, что я не очень как бы, ну, могу отказаться от каких-то установок, которые они на меня возложили или передали. И, в общем, задачка сепарации является не уехать от родителей в другую квартиру жить. Но при этом думать, что же мне 30 лет, а я все ребенка не зову. Что ж так все вот мучительно со мной будет. То есть на другом уровне сепарировать. Не только физически, но еще и в голове. Да, а на каком-то эмоциональном уровне, да, на каком-то уровне вот как раз вот этих вот установок. И это наиболее сложно, потому что то, что Максим говорит, потому что, ну, тогда приходится разделить. Ну, где я, вот, ну, как бы, сепарируясь, пишу на могильном камне, там, до свидания, мама, я больше никогда с тобой не встречусь, вот, прощайся. Или я пишу на могильном плите, мама, я думаю, что я тебя разочарую, что у меня не будет детей после 30, но при этом я люблю тебя. Вот, это разная сепарация. Сепарация... Ну, потому что часто сепарация воспринимается как то, что я должен отказаться вообще целиком от этого человека. А при этом, ну, как бы, это действительно легкий процесс, потому что я вот совсем отказался, не вижу ее больше. Ну, и как бы у меня ощущение, что, ну, вот и все, и нет этого человека в моей жизни. А вот то, что Максим говорит, ну, через интроекты мы несем себе образ каких-то людей. Вот, и поэтому хорошо вот как раз вот эту работу проделать. Ну, как бы, сохраняя то, что важно от этого человека, переживать то, что нам мешает. Потому что, если это свербит и мешает интроект нам, то это вызывает у нас напряжение как раз. И могильный камень, потому что, правда, есть ощущение, что если я отхожусь от чего-то, тогда и отношения закончатся. А отношения вполне могут продолжаться просто немножко на другом уровне. И опасность интроекта в том, что, правда, что, ну, вроде, действительно о себе заботились, да, создавали какие-то правила. А по итогу оказывается, что как будто вот у меня есть какой-то виртуальный друг, вот. И я его как-то кормлю и ради него живу. Ну, то есть, вот, ну, вот эти вот правила, они уже немножечко относятся не ко мне. Ну, то есть, когда мне там было, там, пять лет или семь лет, они как-то попадали в потребность. Теперь немножко вырос, правила остались те же. Как будто, ну, одежда уже, ну, не по мне. А я все равно пытаюсь в нее влезть, там, понимаю, что вот, там, штанишки малы, но я как-то коленочек натягиваю и сокрушаюсь. А что дальше-то влезет? Вот. И ничего с этим не поделаешь уже. И тогда вот, вот это вот опасность, что может только долго это игнорировать. Вот. Следовательно, группы, которые склонны к интроекциям. А вот. Ну, следовательно, это группы, которые вначале, как они только сели вместе в первый день, уже договорились о правилах. И очень много посвятили этому времени. И все отговорили, что вот есть у нас вот эти правила, вот эти правила, вот эти правила, вот эти правила. И дальше все, ну, как бы, или большинство неустанно, неустанно как-то, там, следит за то, что правила были выполнены. Вот. Если вдруг ты захотел пописать, ну, вообще, как бы, сидите и терпи, поскольку нельзя выходить из группы до тех пор, пока, в общем, группа не закончится. Не надо обознать, что я иду пописать, а не судить, 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 ну, собственно. Ну, то есть обязательно нужно, чтобы... Ну, это хорошо говорить, подойдешь, но другое дело, если я это воспринимаю не как то, что я людям просто хочу сказать, чтобы они не волновались, а то, что я обязан, вот это вот. Ну, у всех какие-то дикие обязательства. Потом люди, значит, в группе сидят, ну, действительно, договоренности о встрече все сводятся к тому, что есть очередь. Вот. Есть первый, второй, третий, четвертый. Вот есть правила, что первый в очередь стал, остальные должны за ним как-то в очереди стоять. Даже если они как-то очень сильно что-то хотят, ну, нет, ну, правила, ну, как-то, ну, по очереди все там. Ну, или давайте проголосуем, там, вот, что там, первый, второй, третий. Вот. Ну, то есть такая тенденция все как бы свести к тому, что выработать какое-то такое универсальное правило бывает весь интенсив в этом проживут. Весь интенсив вырабатывается какое-то единое правило, которое может нас всех удовлетворить. Но только это все прекрасно, когда я один, ну, в крайнем случае нас двое. Но когда нас двенадцать, ну, это такое, в общем, правило, которое фиг выработаешь. Поэтому это какие-то должны быть такие частные ситуации, в которых придется что-то решать. А вот. А, следовательно, еще что есть такая-то склонность в группах с интроекциями, это вспоминать о каких-то очень значимых людей. Вот. Ну, по типу, почему мы так делаем? Ну, потому что, вот, Хром наказывал. Вот. Или потому что Перлс написал. Или, там, я не знаю, Лена Косарева говорила. Вот. Или, там, Данила Хромов упоминал. Вот, я же так и знала, что я в ремонте. Ну, а как? Но фигуры, которые, ну, как-то обучают, являются фигурами, которые распространяют, в первую очередь, интроект. Для того, чтобы люди как-то стабильно себя чувствовали. Потом этим интроектом нужно жевать. А если человек их не жует, то он, знаете, с именем Лены Косаревой. Спасибо тебе, я все поняла. Вот. Ходит на ушах. Я этого не знала. Вот к этому месту я сейчас как раз расскажу. Слава Богу, я надеюсь, здесь таких... Нет ни у кого людей с наколкой Лены Косаревой на плече? Ну, на других. Нет, нет. На других местах. Это хорошо. Потому что была такая ситуация, когда вот у меня знакомая работала с клиенткой, говорит, очень долго разбирались. Ну, что ж такая связь с мамой-то? Ну, все вот никак не может жить по своим правилам. А в какой-то момент летом пришла в короткой блузочке. Вот. А там, значит, на плече фотография мамы выколота. И написано, люблю свою маму. Ну, понятно, что уже с интроектами работать придется долго. Фотография? Фотография мамы выколота. Ну, как ты утром встаешь, так смотришь, мама, спокойнее. Поэтому вот хорошо, что у вас не наколоты. Можно дать... Которые предписывают, как нам жить. В общем, сложно договариваться. А по интроектам какие-то есть тоже? Есть один вопрос. А, Макс, если ты сказал, что мы часто, ну, когда несем с собой этот проект, как какую-то заботу и так далее, а вот противоположный бой, допустим, подавляющий отец, сильный, и мы хотим, ну, не знаю, нести с собой силу, там, волю, какую-то способность быть таким же сильным, и поэтому мы с этим не расстаемся. Это, возможно, бывает. Ну, то есть, если положить не смысл, мы проекты как раз... Правда, вот это ниоткуда взять не сможем, кроме как от того человека, с которым мы идентифицируемся. Можно погромче, прям погромный вообще. Мы ни от кого другого, правда, это взять не можем, но то есть мы же становимся как бы собой, идентифицируясь какими-то значимыми фигурами. И правда, мы это можем брать, и это когда становится нашим ресурсом. То есть тут как бы это тоже вот этот, ну, с полюса, да, важные вещи мы берем, но при этом мы берем как бы эти вещи, которые нам уже не важны, но они на нас оказывают влияние. И тогда это надо как бы разделять. Другое дело, когда я, ну, вот, вижу, какой у меня сильный такой, честный там, да, какой-то отец там, или, значит, у меня человек, вот, и как бы вот эти качества себе поддерживаю, а не поддерживаю, например, другие, ну, например, вот не позволяю себе, ну, как-то расслабиться где-то, опереться на женщину, вот. Когда этот интроекция начинает меня подавлять что-то другое, тогда это напряжение вызывает, а так, чтобы мне кажется, это как раз такая важная. Спасибо, это хорошая реманс. И вот, ну, опять же, польза интроекции, она как бы вот, ну, она немножко позже находится, чем слияние, да, то есть мы когда вот начинаем, ну, немножко из слияния выходить, и уровень, ну, как бы энергии психической у нас возрастает, и это напряжение, ну, правда, переносить сложно, и тогда вот с помощью интроектора, вот эту вот тревогу, ее легко канализировать, вот, какие-то правила. Ну, то есть вот я вот сейчас что-то делаю, уже вроде бы как начинаю что-то про себя понимать, мне какие-то важные вещи становятся важны, и вот в этот момент мне становится сильно тревожно. И тогда интроекция – это хороший способ, ну, пустить энергию по такому, ну, по привычному каналу. Ага, ну, вот как в этом случае поступал, правда, кто-то вот еще этим человеком. И в этом смысле интроекция, она как бы так вот, ну, крышку возбуждения, она придерживает, то есть вполне вот этот горшочек может так вот наполняться, давление там подниматься, потом рвануть как-то может. Вот, значит, чтобы успеть, а то 10 минут остается про важный механизм, про три мы сегодня хотели рассказать как раз, это про проекцию. Действительно, проекция – это обратный процесс ретрофолера, интроекции. Действительно, интроекция – это я что-то извне сделал своим, то проекция – это я что-то изнутри беру и наделяю этим других людей. Вот, ну, наверное, в общем, вам это знакомо, ну, в общем, как бы заходите в вагон электрички, смотрите на человека и думаете, лучше бы не встречались. Или наоборот, буду за ним ездить в этой электричке всегда. Ну, то есть вот вдруг какое-то качество, которое, в общем-то, не очень меня как бы, почему я вдруг к нему стал так относиться, я вдруг каким-то образом его наделил чем-то, ну, и стал дальше иметь с ним какие-то отношения. Хотя, на самом деле, этого человека я не очень знаю. Каким-то косвенным признаком, вот, что-то в нем я такое распознал. Ну, и, следовательно, самая забавная такая игра проекции – это то, что какие-то собственные качества, которые мне не очень удается себе принять, я как бы проецирую и наделяю других людьми. И в дальнейшем, что я делаю, я начинаю с этими людьми сражаться, как правило. Ну, сражаюсь я, на самом деле, не с человеком, а с тем качеством, которое я, в общем, подарил ему. Ну, то есть, если я смотрю и вижу, что, ну, какой-то вот такой брутальный, такой очень сильный мужчина такой сидит, а я, значит, все ему говорю, ну, будь помягче, ну, что ж ты такой брутальный, ну, будь понежнее, ну, что ж ты не плачешь, что никак, ну, ты поплачь. И все его этим атакую. Он же мне говорит, что сюда меня с этим надо, говорит, ну, как-то нет. Наверное, как-то можно заметить, что, в общем, я, наверное, свою-то такую какую-то брутальность и мужик, ну, не очень принимаю. С чем-то она у меня там связана. Ну, не знаю, может быть, у меня, ну, как-то, папа был брутальный и колотил маму, я понял, что вот эта вот брутальность, это ничего хорошего, и мне нужно тогда спроецировать ее на кого-то, ну, и начать как-то дальше с этим человеком стараться, ну, как-то немедленно, в общем, что-то сделать, чтобы у него этой брутальности не было, так ли. Вот. И это, правда, интересная вещь. Мы, в общем, опутаны этими проекциями. Вот. Ну, и вот нахождение в группе среди людей, которые так активно спроецируют, это вообще, ну, не знаю, для меня это самые интересные группы. Вот. Ну, потому что дальше там, конечно, тоже интересно, вот и группы с проекциями, это самые веселые. Ну, потому что вдруг с того ни сего какие-то возникающие отношения между людьми, вообще непонятно на основе чего, но они вдруг приобретают какую-то такую прям многогранность и полноту, что сидишь и просто материал для долгих бесед обнаруживают. Ну, главное только все время людям напоминать, что, алло, давайте как бы, ну, как бы, не только будем реагировать, а еще, как бы, прикидывать, а что это такое с вами, что вы хотите в другом человеке уничтожить, что у вас этими качествами. А так очень интересное мероприятие. Так мы через проекции, в принципе, других людей-то и познаем. Ну, то есть, интерес у нас возникает через проекции. В общем-то, это такой вот путь, как бы, контакт. Другое дело, что вот проекция, она такая очень хитрую вещь делает в границе контакта. Ну, вот особенно, вот, там, начинающие гештальписты, они вот любят очень вот эту тему проекции оперировать. Ну, вот, например, там, один человек говорит другому, знаешь, вот, ты мне что-то не очень нравишься, а второй говорит, дай твою проекцию, иди в жопу. И все. И вроде бы как непонятно, короче, что произошло. То есть, вроде бы я через проекцию тебя в контакту приглашаю, а второй человек что-то тут быстро пугается и говорит, нет-нет-нет, вот, в общем, я не я, и хата тоже не моя. Ну, это как бы, так сказать, ну, вот, ты мне, допустим, нравишься, пойдем с тобой поговорим. А человек говорит, это твое, я здесь ни при чем, никуда ходить я с тобой не буду. Непонятно, то ли вот что-то сейчас произошло у нас, то ли мы все такие осознанные, проработанные, четко понимаем, где наши границы, и ты на мою границу никогда не наступишь. И, в общем, все такие сидят, никто никому не нужен, и все внутри страдают от этого. Поэтому проекция, она, как бы, ну, с ней надо очень аккуратно обходиться, ну, потому что, ну, вот, мне кажется, что где-то надо встретиться, да, ну, то есть, когда я проецирую, я, в общем, ну, какой-то шаг к другому человеку делаю. И, в общем-то, делаю это, может быть, как-то криво, но делают, ну, таким вот своим способом для меня. А второй человек, правда, ну, неплохо бы, чтобы он тоже, ну, какой-то шаг для меня сделал навстречу, и мы как-то могли повзаимодействовать, ну, то есть, ну, с помощью проекции, но как-то, потому что, если мы вот в этом контакте останемся, мы можем эту проекцию, там, тоже такое слово модное, там, как прояснить эту проекцию, или, там, не знаю, проверить проект. Вот, ну, а чтобы проекцию проверить, нужно как-то в контакте находиться, чтобы не убегать и не говорить, что нет, я здесь ни при чем, это только твои чувства, вот, не надо, пожалуйста, на меня своих тараканчиков вешать. Ну, наверное, надо, ну, вот так, чтобы так можно было вместе, там, как-то их поснимать, задержаться, рассмотреть, может быть, они какие-то породистые. Ну, следовательно, в группах, ну, вот как вот в нашей, вот это сейчас, такой макро-группе, вот, и лекции, ну, следовательно, наиболее, ну, проективными являются все, кроме пяти человек, которые здесь есть, ну, шести, вот, а потому что шесть человек – это те, которые что-то сказали, вот, они как-то себя выразили, а другие, которые, вот, молчали, ну, это естественно, а больше всего проекции набирают, ну, потому что человек, когда молчит, вот, про него, конечно, легче всего чего-то напридумывать. Когда он что-то говорит, ну, уже как-то начинаешь что-то там более такое, Хоть как-то к чему-то привязываешься Хоть тоже, конечно, проективно будешь привязываться Но все равно В группах, где очень много молчания Ну, такие проекции разрастаются Я вообще благодарен этой группе Но она была сильна для меня Первые два года, когда я ее переваривал Ну, такой Непростой Это был белорусский интенсив Была группа с Олегом Селябским Где, значит, на протяжении трех дней мы молчали Ну, просто-напросто приходил Олег и говорил Начало группы Шеринг, дальше тишина Он ничего не поддерживал Дальше он говорит, в окончании группы шеринг Все молчали, расходимся И так три дня Вы знаете, я до сих пор этих людей, когда вспоминаю Я о них только всего думаю В общем, в моем сердце Каждый из участников остался просто Ярким образом Поэтому, если вы хотите Запомниться Чтобы вас увезли с этого интенсива Долго о вас вспоминали Ничего не говорить Будут, конечно, вспоминать не вас Но, по крайней мере Визуально Визуально Вы будете представлены Поэтому группы проецирующие Это группы действительно Ну, с такой особенной динамикой Вот Ну, а в общем у нас и осталась минутка Поэтому, наверное, на вопросик найдем, да? Какой-то, если есть К проекциям какой-то Проецируйте что-нибудь Да Ну, если есть А как это задержаться в проекции? Да, вот Я обнаружила, да? И что дальше? Задержаться это как? Это поговорить? Ну, ты вот что-нибудь же про меня фантазируешь, к примеру? Ну вот Содержалась Мы можем про это потом поговорить вместе Ну, вот Ну, задержаться, чтобы не просто Ну, на этом основании Какой-то вывод делать Ну, ты, как бы, можешь меня вообще Тогда не включать в поле твоей фантазии Ничего не придумала Я уже знаешь там про меня все Ну, это как анекдот про утюг В общем, где ты нафиг со своим утюгом Вот А как-то вот в этом задержаться И попробовать поразбираться Там, а что вот-то, собственно Ну, как бы, во взаимодействии пригласить Ну, к примеру Макс тебе Я его так Макс тебе говорит Ну, ты нравишься ты мне Вот А ты, что, секса хочешь? Он тебе говорит Нет, даже не думал Ну, почему? Он говорит Почему не думал? Да, да И дальше вы начинаете об этом разговаривать Вот вы и задержались А как же Макс меня отверг? Вот так работает механизм проекта Каждый вдруг Разговор людей невозможен в группе Кто-то третий говорит А я? И сразу возникает тема Что надо проекцию эту оставить Переключиться на другого человека И тогда вот будет непроясненная Вот эта часть проецированная Ну, чё ж, спасибо вам Нет, дальше у нас ещё есть Ещё? Ещё три минимума с научкой Спасибо вам Хорошего дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому